Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии проректор Казанского Федерального Университета по вопросам экономического и стратегического развития Марат Рашитович Софиулин. Повод для беседы самый, можно сказать, горячий. Буквально на днях, вот 27-го, если мне память не изменит, февраля, опубликованы очередные международные рейтинги вузов мира. Как обычно, после этой публикации состоялся брифинг в Москве, в агентстве Реоновости, который провела Зоя Зайцева, тоже по традиции. Это региональный директор Агентства КОЭС по Центральной и Восточной Европе. И вы там были. Собственно говоря, в этом интерес. Расскажите, как это было, на что обращали внимание и чему, может быть, порадовались или на что посетовали. Большое спасибо. К сожалению, я заочно участвовал только как в видеоконференции в этом мероприятии. А мне сказали, что вы ездили туда. Нет, нет. Но тем не менее, вы отвечаете за рейтинги у нас. Надо бы справедливо указали на то, что действительно это сфера нашей компетенции. И более того, это сейчас не только по программе конкурентоспособности, а и по программе развития. Вы же знаете, по закону об образовании каждый вуз должен иметь стратегию, оформленную в виде программы развития. Поэтому большое дело, это в 2015 году мы синхронизировали, то есть очень тяжело шли консультации. И было очень сложно сочетать программу развития и программу конкурентоспособности. То есть имеется в виду, я для телезрития уточню, программа 5 топ 100, согласно которой 5 российских вузов должны войти в топ 100 в 2020 году. Первая программа, она, скажем так, мотивировала нас на региональное развитие, а вторая на международное. И вот был большой конфликт, и мы не могли правильно концентрировать ресурсы. Конфликт даже оценочный, да? По каким критериям? Совершенно верно. И по приоритетам. Потому что есть приоритеты, востребованные мировой наукой, и есть, ну скажем, те задачи, над которыми работают субъекты Привожского округа, Республика Татарстан и так далее. Ну и, соответственно, они заинтересованы в большей проработке их. И вот в 2015 году вышло то постановление, где, ну скажем так, были эти показатели объединены. То есть это означает, что не только вот общая позиция в глобальном рейтинге, но и предметные рейтинги, они сейчас являются, скажем так, оценочными параметрами эффективности деятельности университета. Вы просто немножечко меняете мое представление, да, вот о предметных рейтингах. Я поясню, что я имею в виду. Когда стартовало в 2013 году, мы начали участвовать в программе 5 топ 100, и оценивались, ну скажем так, в целом университеты. Речь не шла о предметных рейтингах. Совершенно верно. Потому что задача первых указов, она как раз была именно такая. Да, да. А потом вдруг, ну не вдруг, может быть, в результате эволюции, да, отношение такого, появились предметные рейтинги. Я честно вам скажу, первое, что я подумал, когда вот узнал о том, что вводятся вот эти вот предметные рейтинги, ну, что, называя вещи своими именами, ну, тяжело российским вузам бороться за первую сотню по совокупным показателям, да, среди, там, мировых гигантов, всевозможных, там, Гарвардов, Оксфордов, Ели и так далее. И вот введение предметных рейтингов, ну, несколько снижало, что ли, остроту вот этой проблемы, потому что по предметным направлениям, по предметным рейтингам мы можем выглядеть вуз в целом, может быть, там, в пятой сотне, а по отдельным рейтингам в первой. Я это расценил как небольшой тактический ход такой, но теперь из ваших пояснений я понимаю, что это еще и следствие учета интересов, вот совмещения глобальных и региональных интересов, так, или не совсем так? Нет, 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 это не из-за этого, то есть вот, то есть я хочу сказать, что ваше замечание, оно имеет место быть. Не лишено смысла, скажем так, да? Совершенно верно, да. Дело в том, что вот в соответствии с первоначальной методикой, которой даже по конкурсному отбору участников программы 5.100, я в явном выигрыше были небольшие технические узкоспециализированные вузы. Вот так заточенные. Совершенно верно. И поэтому, а наоборот, вот к крупным и классическим университетам, то есть было очень сложно конкурировать, несмотря на то, что в общем рейтинге они занимали более высокую позицию, а вот по отраслевым направлениям невозможно было конкурировать вот там, где вся страна фокусировала фактически эти ресурсы. Но чем еще важен предметный рейтинг? Вы понимаете же, вот для университета это предметный рейтинг, это, ну скажем, важный индикатор, насколько системно идут преобразования. Понимаете, то есть важно, конечно, важно и хочется, чтобы мы двигались по вот тем узким вещам, по приоритетам, но широкий фронт, он показывает, что все-таки вот те преобразования, которые идут, то есть они вот где-то докатываются, где-то откатываются, но с другой стороны это неизбежно для вот классического университета, у которого очень широкий профиль исследований и в котором очень много, скажем, перекрестных и многопрофильных исследований. Вот я вам сразу скажу, то есть мы внимательно изучали результаты, то есть да, там получилось так, что по некоторым где-то мы снизили свои позиции, а где-то вот появились в новых рейтингах. Вы имеете в виду сейчас вот итоги вот этого? Совершенно верно. Свежие, да? Совершенно верно. Мы об этих частностях еще поговорим. Вот вы, это абсолютно, конечно, ну не требующие даже доказательства утверждения, что большому многопрофильному университету тяжелее бороться, да, потому что слишком много, тумач, как говорится, разных направлений. И достаточно устойчивым было такое мнение, оно относилось не только к Казанскому, да, федеральному университету, но и к некоторым другим классическим университетам, что вот если бы не гуманитарная сфера, мы бы тут стартанули, мы бы там взлетели, как ракета. И это, да, насколько я могу судить, в общем, ну кроме самих гуманитариев, это многими разделялась такая точка зрения. А год или два назад как раз гуманитарии по предметным рейтингам, гуманитарии Казанского федерального университета вдруг выстрелили, да, там образовательные какие-то программы. Как это можно объяснить? Что за феномен такой? Ну, феномен, вот это как раз, есть же самый главный закон физики. Чем больше тела, тем большее влияние оно оказывает на окружающий мир. Да, это действительно, ну, скажем так, ну, было нашей проблемой. Просто Ильша Травкачу удалось это, скажем, наш недостаток превратить наше преимущество. Да, совершенно верно. То есть, когда перед гуманитарным блоком поставили задачу, вы помните же, все было очень непросто, все нас очень сильно критиковали, какой скопус, какой гуманитарием там, web of science, мы никогда там не печатались. И даже много было, скажем, сторонников того, что это, в принципе, невозможно для российской науки и так далее. Но вот практика все-таки показала. То есть, во-первых, скажу вам так, что цена вхождения гуманитариев в публикации, она существенно дешевле. А, меньше все-таки? Да, почему? Вот я приведу пример. Для химика, для физика требуется все-таки серьезное оборудование. Причем... А, в этом смысле дешевле. Да, серьезные расходные материалы, серьезная лаборатория и, более того, репрезентативная база результатов. Понимаете? А для гуманитариев, ну, я не скажу, что вижу, что то и пишу. Но все-таки там тоже нужны соответствующие базы данных, соответствующие... Ну, аппаратное обеспечение по медицам. Да, да, совершенно верно. И в этих условиях, я вот хочу сказать, вот этот фактор, то, что у нас большой социогуманитарный блок начал, ну, скажем, где-то учился. Вы же знаете, у нас были там ошибки бурного роста. Но в этом плане, хочу сказать, это дало и дает серьезный результат. И вот закрепить-то как раз, да, этот рывок, закрепить это достижение, если судить... Вот я смотрю сейчас табличку последнего этого рейтинга, да, не удалось, немножко мы тут откатились. Нет, я хочу сказать, что здесь вот несколько факторов сыграло. Первый, это все-таки, как нас Владимир Ильич говорил, головокружение от успеха. Понимаете? И когда вот, правда, мы... Не знаю, но вот есть труд один Владимир Ильича в этой части. Ну, хорошо. Я это хотел процитировать. И мы действительно вот по ряду направлений очень мощно и быстро продвинулись. Понимаете? И в этот, ну, хочу сказать, что и начали сразу же нас критиковать, что мы ставим очень большие, ну, скажем, серьезные планы и где-то излишние администрируем. И нужно, ну, скажем, теперь сбавлять темпы несколько, уменьшить количество в пользу там большего качества. Это чье пожелание было? Ну, да, если вы посмотрите видео, у нас все эти заседания, да, они записываются, поэтому в историю... То есть здесь я хочу сказать, здесь, ну, история знает это своих, скажем... Знает много гитек, да? Да, и в этом плане хочу сказать, к сожалению, вот мне... Ну, где-то, наверное, это и моя ошибка, что я не успел, ну, вот, не получилось мне додавить. Понимаете? То есть в этом плане... Гуманитариев? Не только. То есть я хочу сторонников, это вот меньше, как-то лучше, меньше, да лучше, это тоже Ленин. Это Ленин, абсолютно, да. То есть это, к сожалению, то есть вот, как вам объяснить, это все стратегии правильные, и первая стратегия правильная, и вторая, но только в том случае нам надо сначала войти в топ-100 хотя бы по какому-то предметному рейтингу. И нам нужно, то есть вот, ну, хочу сказать, что наша вот массовая работа, она очень важна. Но вот здесь я не говорил, это первый фактор, то есть вот окружение от успехов, а второй, хочу сказать, что здесь сыграл фактор того, что мы начали, как там, обжегшись один раз, уже на холодной начинаешь дуть. То есть вы же знаете, нас очень много критиковали за большое количество и говорили, что качество публикации небольшое. И мы решили, скажем, большее внимание уделить этой базе данных компании Clarivate Analytics, это Web of Science. Потому что, ну, у них более серьезные в этом плане барьеры. Не с корпуса, а на Web of Science. Совершенно верно, да. И вот это, к сожалению, ну, сыграло не очень хорошую для нас шутку, в каком плане. Да, качество статей мы и подняли. Но из-за того, что и компания THI, Times Higher Education, и компания Quaquarelli Simons Limited перешли на базу данных Scopus. Почему? Потому что она более репрезентативна. То есть она, в Web of Science, она там доминирует явно. Как интересно, разошлись, векторы разошлись. THI, он всегда базировался на Clarivate Analytics, но вот они обе отказались по розу Скопуса и компании Elsevier. Именно из-за того, что их исследования шире и полнее учитывают. Их база. Совершенно верно. И вот хочу сказать, то есть скажу, вот смещение вектора в Web of Science, особенно это было в 17-18 году. Но сейчас вот, и поскольку эти статьи фактически и тот задел, он учитывается в меньшей мере, пересечения там это мало, он играет, вот скажем, такое сейчас держивающее значение. Ммм, очень интересно. Вообще вот эти вот все колебания, да, предпочтений, выбора базы, ну, иногда складывается впечатление, что вот я не хочу, естественно, ни на кого бросить тень, упаси Господь. Ну, по ходу дела меняются, чуть-чуть как-то смещаются правила игры, да, и тот, кто об этом заранее не оповещен, оказывается в заведомо проигрышной ситуации, или, скажем, помягче, в менее выигрышной, да, в менее выгодной ситуации. Хочу сказать, что вот здесь, да, то есть все-таки не надо менять курс, то есть надо вот твердо придерживаться того курса, который мы выбрали изначально. Здесь просто и Международный научный совет, и это Министерство образования, то есть они вот, ну, скажем так... Тактически ошиблись, да? Ну, настоятельно нам рекомендовали, а мы пошли на поводу. То есть я все-таки не снимаю из нас это груза ответственности. Понятно. Да, это интересные, конечно, моменты. Но вот мы заговорили о предметных там рейтингах, о правилах и об индикаторах, да. Я обратил внимание, я посмотрел просто, да, то, что в РИА Новости происходило, там в том числе некоторые высказывания Зайцева себе пометил. Она, в частности, вот привлекла мое внимание, она сообщила, что, ну, или констатировала, что одним из самых сложных для улучшения показателей российских вузов является индекс цитирования. Это впрямую примыкает к тому, о чем вы сейчас говорили, да, где мы публикуемся, какие квартели издания и так далее. Но все-таки если перевести вот с дипломатичного языка, на котором высказалась госпожа Зайцева, на обычный язык, это что, это не намек на то, что российским ученым мало что есть сказать нового в науке? Нет, 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 здесь тоже я хочу сказать, во-первых, есть ряд важных деталей. Первый момент, чем он интересен цитированию, почему его важно учитывать, потому что он учитывает качество статьи. Что такое качество статьи? Это ведь важно не только, что ты опубликовал, а какой она отклик нашла, ну, в профильной среде. Конечно. И поэтому в этом плане цитирование, оно очень важно. Есть много методов, скажем, манипулировать цитированием. Соавторство, перекрестные ссылки. Нет, ну, соавторство это не так, но есть такое, как там сказать, чудеса. Есть даже много таких, скажем, потешных видео, называется там, как там, блаженство взаимного самоцитирования. Ученые шутят это называется, да? Да, согласен, да. То есть, это, знаете, это как бы реакция. Раз ставят один барьер, кто-то думает, как подняться на этот барьер, а другой думает, как его обойти. Логично. Но сейчас все информационные системы, они учитывают это цитирование без самоцитирования. И самое главное другое, вот тоже в последний год, еще, чтобы вот, ну, скажем, еще более качественно делать срез, перешли к показателю не просто вот это цитирование, но он называется FWCI. Что это за показатель? Начали смотреть средневзвешенное нормализированное цитирование по областям знаний. Что это такое? То есть, не просто сравнивают цитирование, но и сравнивают, какой средний уровень цитирования в этой области и взвешивают твое цитирование по сравнению со средними значениями. То есть, ты в пределах нормы выше-ниже. Если ты департампировано выше, это вызывает подозрение, да? Нет, наоборот. Наоборот? Единица. Ну, вот это FWCI. FWCI, если ты выше единицы, это значит, ты супер. Это означает, что ты развиваешься быстрее рынка. А в том случае, если у тебя все, что ниже, там, 0,9, 0,8, 0,7 и так далее, и так далее, это говорит о том, что ты развиваешься, но несколько меньше, чем среднее в этой области. То есть, ты по темпам начинаешь отставать. Я-то воспринял эту информацию вашу таким образом, что, допустим, кто-то, вот, какая-то структура, там, определяет среднюю норму цитирования в той или иной отрасли, и если у кого-то резкое превышение нормы, то это вот у меня бы, с моей точки зрения, должно было бы вызывать некую настороженность, а нет ли там подвоха? Вот она как раз очищена от самоцитирования. А, это уже очищенные показания. Совершенно верно, да. Да-да-да. И вот здесь, то есть, если посмотреть, то есть, это не проблема нашего университета, то есть, у нас есть области, например, вот, education, это там, где мы идем заметно выше, ну, скажем, среднем мировых значений. Но в среднем для российских вузов это проблема, то есть, у нас практически по всем областям знаний, ну, скажем, мы растем, но не... Меньше единицы, да, вот, короче. Но мы растем медленнее, чем соответствующая область знаний. Ну, это в том числе и объясняет то, что мы с таким трудом вообще поднимаемся вверх в совокупных рейтингах, в предметных, а иногда какие-то годы там опускаемся, потом опять поднимаемся. Все же бегут, не только мы. Что его... Нет, нет, я объясню вам. Мы ведь начали это, вы сами говорите, с 13-го года. Ну, да. У нас ряд направлений, такие, как наша медицина, они вообще... Да, их не было. А цитирование, оно еще считается за пять лет, понимаете? То есть, это означает, что у нас и базы, как таковое, цитирование, ну, скажем, недостаточно для того, чтобы это сделать. Ну, объективно просто не может быть такой базы, да, если мы вводим новые направления, новые открываем какие-то институты. Понятно, спасибо за объяснение. Вот приведу пример. Например, в десятые годы, когда мы начинали только эту первую программу развития, у нас всего было 300 статей. 300 статей. А сейчас у нас 4200 ежегодно. Вы представляете? Вот 300 статей, это какая-то база цитирования, понимаете? То есть, это, естественно, больше, чем это... Больше, чем ноль, да, но близко к тому, что это ничто, да. А вот нынешний, 18-го года, оно пока не учитывается, оно будет учитываться и будет работать только через 3-4 года. И ведь невозможно, то есть, как вам объяснить? Вот смотрите, я разместил статью, так? Нельзя же, это не означает, что все с ней ознакомились и сразу бросились писать. Их же сразу же опубликовали, понимаете? То есть, обычно статья выходит на пик цитируемости где-то на третий, на четвертый год. Вот, ну, скажем, то есть, начинает делиться, ее обсуждать и прочее, прочее, прочее. То есть, это не такой вот, ну, скажем, простой механический процесс, который там можно как-то накрутить. Ну, да, наверное, наверное, да. Это вообще, конечно, достаточно любопытно на фоне разговоров о том, что прогресс настолько стремительно сейчас развивается во всем мире. Каждые 5 лет объем знаний удваивается. А тут, на самом-то деле, нужно все-таки время, чтобы вино настоялось, да, чтобы оно приобрело вот эту вот, да, чтобы послевкусие ощущалось и тебя начали распробовать, да, потом через 2-3 года. Именно так, да. Еще один вопрос о нюансах. Значит, с индексом цитирования спасибо. Вроде бы мы разобрались, вернее, вы объяснили, а я вроде бы понял. Сделаем вид такой, да. Еще одна деталь. Вот там, где мы проседаем, я имею в виду, вот по итогам вот этого вот очередной публикации рейтингов, ну, вот я стал смотреть эту сводку, справку, там, баллы. И, ну, буквально бросается в глаза другого выражения, даже я не подберу. Везде мелькает там, где чуть-чуть у нас вниз или более-менее прилично вниз. Везде речь идет о репутации. Академическая репутация. Репутация среди работодателей. И, как говорят друзья немцы, он за вайтер, он за вайтер. А, насколько я понимаю, репутация, вот эти вот индексы определяются благодаря тому, что какое-то количество ученых, там, на нашей планете, там, 2 тысячи, 3 тысячи, там, я не знаю, вы сейчас поясните, сколько получают. Некие вот такие вот рассылочки, где их просят. Честно? Ну, честно. Порядка 80 тысяч. 80 тысяч. Вот видите, как. Я думал, что вот какие-то там, ну, такие, знаете, небожители, да, сравнительно небольшой узел, они получают, вернее, свой небольшой блок, такой pride, они получают, там, ставят галочки, и, ну, наверное... Ну, выбирает из меню, это те вузы, с которыми они вместе работают. Совершенно верно. Именно так, только вот работают, а не может он поставить галочку просто потому, что он знает, слышал название, ему это как-то вот симпатично. Или, или, я к чему сейчас клоню, у меня совершенно пошлое такое предположение, думаю, может быть, нам в Казанском федеральном университете завести там пару-тройку сотрудников, которые периодически поздравляли бы выдающихся ученых, тех, кто участвует вот в этом вот академическом рейтинговании с днями рождения, с рождения, ну, и так далее, вы понимаете. Это хорошая мысль, но вот хочу сказать, чтобы они хоть помнили о нас. Этот вопрос очень сильно аудируется, то есть это, ну, потому что они имеют это и большой удельный вес, и поэтому здесь погрешность может сыграть очень большое значение. И поэтому и при отборе экспертов, и при их работе, их, ну, скажем, очень внимательно наблюдают. Вот извините, я вас, извините, сейчас я перебью, вот вы сейчас сказали правильное слово, экспертов, а до этого прозвучало число 80 тысяч, 80 тысяч экспертов? Даже у Гоголя только 40 тысяч было одних курьеров, а тут 80 тысяч. Ну, да, извините, это вот просто ремарка такая. На самом деле, для вот мировой науки это немного. Немного, да. И самая главная задача, почему? Они через количество пытаются выйти на репрезентативный уровень. Ну, это понятно, конечно, да. То есть вот здесь как раз все эти возможные погрешности, возможные субъективные предпочтения, они в результате нивелируются. И там есть санкции. То есть вот хочу сказать, если какой-то ВУЗ это, ну, скажем так, попросит каких-то уважаемых экспертов это указать себя в этом плане или поддержать этот ВУЗ, и это вскроется, то есть это, ну, документально, то в этом случае вообще можно надолго исчезнуть это вообще из рейтинга. Ну, или из числа экспертов, во всяком случае. Нет, я хочу... А, ВУЗ исчезнет. Я думал, эксперт, который поддастся на просьбу, а ему-то что-то будет. Поэтому я хочу сказать, что вот здесь мы очень, ну, как вам сказать, здесь... Ну, щепетильность надо проявлять, конечно. И не только, то есть ведущие ученые, они, как правило, ну, указывают именно те реальные направления, по которым они работают. Ну, и какой есть минус, вот здесь отчасти тоже вы правы, к сожалению, сейчас, вот вы же видели, особенно Соединенные Штаты, они дают по ряду областей некоторые, скажем, формальные и неформальные сигналы. И ряд, ну, скажем, экспертов, они для того, чтобы там сохранить свои позиции, сохранить свои гранты, сохранить финансирование, то есть они, ну, скажем, все меньше и меньше указывают российские ВУЗы для, ну, скажем, в качестве своих партнеров. Это вот следствие, скажем так, ну, вот той неблагоприятной мировой конъюнктуры и санкции, которые сейчас это вот, ну, скажем, имеют место в том. Мы все говорим, конечно, что санкции нам ни по чему, а смотрите, вот они то тут выплывут, оказывается, влияют, то там выплывут. Все-таки в современном мире чрезвычайно тяжело, да, развиваться в каком-то изолированном таком пространстве, чрезвычайно тяжело. Вот я недавно буквально на полминутки просто ремарк, там, реплика в сторону, как говорится. Вот эта история с композитным крылом, да, самолета МС-21, ну, казалось бы, ну, ладно, американские, там, заблокировали поставки этого порошка углеродного. Но есть в Японии. Нет. Позвонили из Вашингтонского обкова в Токийский, и они прекратили поставки. И вот в научной среде, кстати сказать, вот это заметно, да, сужаются, да, сокращается количество контактов, да, все-таки. Здесь я еще раз говорю, то есть вот, ну, большинство, ну, скажем, сильных ученых, то есть они, ну, стараются это все-таки придерживаться в некоторых вот. Ну, да, но тем более там ведь у многих позиций есть такой пожизненный профессор, да, вроде бы его уж невозможно никуда деть-то, он себе уже по закону гарантирован. Ну, смысл это. Но тем не менее, да, тем не менее. То есть это, конечно, то есть они, во многом-то они видят, что здесь и как, и что мы работаем, но как там, как бы чего не вышло. То есть это, скажем, такая бытовая житейская философия, к сожалению, она вот в этих условиях работает не в нашу пользу. Человек, везде человек. Тем более, я еще раз говорю, на Западе система грантов, понимаете, то есть и в том, что и... Получишь, не получишь, это в конце концов средство для его существования как ученого. Нет, не только твой социальный рейтинг как ученого зависит от того, с кем ты работаешь и как ты работаешь. Вот, коль уж мы от сугубо там башен слоновой кости, от сугубо научных составляющих вот этого всего хозяйства, этого рейтингования, затронули вопрос такой политико-экономический, скажем. Ведь вот «The» и «QS» до каких-то пор были вот двумя, да, такими столпами рейтинговой. «Арво» все-таки начался шанхайский рейтинг. Вот к вопросу, как раз я и хотел спросить, вот о «Шанхай-композит» об этом, да, вот. Просто любопытно, я не знаю, да, это интерес обывательский, но, может быть, и среди телезрителей есть тоже такой обывательский интерес. Вот они сделали, китайцы, свой рейтинг, да, они стали рейтинговать сами, вот. Там, почему там только «Times Education», да, условно говоря, мы тоже можем определить и все. Если посмотреть, там больше китайских вузов в шанхайском рейтинге? Я хочу сказать, тогда давайте вот мы найдем это, начнем вот с истории. Да. Вы знаете же, вот для той масштабной индустриализации и преобразования, которые начались в Китае, требовалась очень массовая переподготовка кадров. И шанхайский рейтинг, он возник как рекомендация китайским. Откуда черпать? Нет, куда идти учиться. Ну и потом черпать кадры, да, для... Нет, нет, нет. Куда учиться? В первую очередь, а вот еще раз, куда пойти учиться, чтобы все-таки получить именно те знания, которые, ну, скажем... На перспективу будут востребованы, да, на родине. Совершенно верно. И уже потом они вот трансформировались, уже потом появился это «Times High Education», и это и Коакуарелли Саймон. И они начали трансформироваться, понимаете? И вот почему этот шанхайский рейтинг, ОРВУ, самый сложный. То есть они, ну, скажем так, они глубоко не лезли в кухню, в показатели, в KPI и все остальное. Они смотрели. То есть если там много Нобелевских лауреатов, ну, или других престижных независимых международных премий, значит, они делают все правильно. Значит, это вуз хороший. Значит, туда... Примерно как у Оррен Баффет на фондовом рынке. Технический анализ говорит, ладно, это, ребята, я смотрю качество управления, кто правит, как, какая репутация, какие базовые показатели. Ну, здравый подход вообще-то. Да, да, да. Если ты хочешь дело делать, а не просто там фигурять в рейтингах каких-то. Ну, то есть нельзя сказать, что вот какой-то такой азиатский политизированный есть рейтинг и англосаксонский. Я хочу сказать, что вот все иногда нас говорят, зачем, зачем вот вы гонка за рейтингом и так далее, гонка за публикациями, на самом деле это дает очень важный эффект. Вы посмотрите, насколько увеличилось у нас количество иностранцев. Понимаете, потому что очень много студентов, то есть они понимают, что вот есть некоторые независимые формы оценки качества образования. Исходя из этого, они выбирают это то, что вот соответствует их представлению. По количеству иностранных студентов КФУ сейчас Казанский федеральный университет, насколько я понимаю, на втором месте в стране, да, после Рудена, который специально заточен на это. Вы знаете, да, сколько шуток уже есть про Патрис Лумумба. Да, 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 тебя Патрис Лумумба не забыли, под именем твоим в Москве колец открыли, да, мы с вами помним эту песню. Ну, веселая, кстати. Да. Но лучше не продолжать. Да, ну, наше время потихонечку подходит к концу. Спасибо вам огромное за пояснение. Финальный, на сегодня финальный вопрос. Понятно, что вот то, о чем вы сейчас сказали, по поводу Орвова, вот как ориентировать китайцев, в этой части рейтинг – это бизнес, да. Да, мы привлекаем специалистов, благодаря тому, что поднимаемся в рейтингах. Специалисты, власти понимают, куда направлять свое там племя молодое и незнакомое и так далее. И чем лучше мы продвигаемся в рейтингах, тем, помимо всего прочего, это больше нам дает в казну, в бюджет вуза, да, нам, любому другому вузу. Так вот, еще раз, на сегодня завершающий вопрос. Я думаю, что мы ни раз и ни два, если вы не откажете, конечно, встретимся. Вы же знаете, вот всегда. Но сегодня я хотел бы закончить вот чем. Вот мы уже говорили, вы говорили, что мы вошли вот в эту программу Казанский федеральный университет в 2013 году. 5 топ-100, попадание, цель указом президента Путина поставлена, чтобы не менее пяти российских вузов в 2020 году оказались в числе 100 лучших вузов мира. И с этого же года, с 2013 мы начали рейтинговаться, да, соответственно, коль уж мы вошли в этот проект. Двусоставной вопрос. Первый, вот, конечно, можно было бы, наверное, какой-то инфографикой проиллюстрировать, ну, просто вот устно давайте. Вот вы можете сказать, вот мы начали, вот 13-й, вот 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 6 лет уже, да, 6-й раз рейтингуемся. Вот, какова динамика? Мы, несмотря на отдельные там, как говорится, какие-то сползания или отдельные, наоборот, всплески, что происходит? Университет последовательно растет или он вышел на какое-то плато и дальше есть опасение, что другие будут бежать быстрее? Действительно, мы вот в той конфигурации, в которой есть, мы вышли на максимальную производительность и, скажем так, тех ресурсов. То есть, вот, есть сравнительный анализ, скажем, экономической эффективности. То есть, кто в расчете на одного преподавателя расходов программы конкурентоспособности, в расчете на одного студента достигает больших результатов. Я хочу сказать, что у нас здесь это наивысшая производительность. Сейчас для того, чтобы, вот, хочу вам сказать, для того, чтобы сделать следующий скачок, нужны две вещи. То есть, нужна все-таки большая фокусировка, то есть, вот, то, что мы получили по рейтингам в каждой сфере. То есть, я хочу сказать, что, вот, например, вот по экономике мы разбирали ситуацию, то есть, как ни обидно отдельным направлениям, все-таки нужно выбрать максимум одну или две сферы. Они бьют там по пяти, по шести направлениям и поэтому, вот, скажем так, мы имеем, мы попадаем в рейтинг, но, скажем, на невысокие позиции в широком поле. А нам надо сейчас вот это широкое поле превратить это, выстрел это, ну, скажем, в одном направлении. Так, и второе. Это, вот, нет, первое, я же говорю, то есть, у нас, вот, нужны деньги, второе, нужны фокусировки, и третье, все-таки, сейчас, вот, мы тоже проводим большой анализ. У нас это очень хороший и быстрый рост был именно тогда, когда мы активно приглашали иностранцев. К сожалению, у нас сейчас вот этот процесс в 17-18 годы замедлился. Но это связано было и, скажем, с финансовым фактором, все-таки, западные специалисты, они стоят несколько дороже. Но и с другой стороны, и наши, скажем, вот, руководители приоритетных направлений, руководители лаборатории, они больше начали опять, ну, скажем, надеюсь, не в силу стоимостного фактора, значит, склоняться в пользу местных специалистов. И это также, то есть, я хочу сказать, для бурного развития все-таки нужна международная кооперация. Причем кооперация именно с топовыми учеными, которые на острие науки ведут соответствующие исследования. И вот эти три направления, то есть, у нас была дирекция, я в понедельник хочу выступать вот по новым стратегиям фокусировки в области публикационной активности. Я очень надеюсь, что мы, ну, вот, скажем, уточним с учетом меняющихся условий нашу стратегию. Марат Рашидович, еще раз огромное спасибо. Будем надеяться, что ваше понедельничное выступление произведет необходимые впечатления, и Казанский федеральный университет сумеет сделать очередной шаг, может быть, даже качественно, новый шаг в своем развитии. А итоги 20-го года покажут, что там было. Спасибо, но мы должны все-таки, еще раз говорю, напряженно работать. Вот FWCI, то есть, мы должны для того, чтобы... Мы должны это молоко сбивать, да, в масло. Лучше всех. Лучше всех. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это была программа «Акцент». У нас в студии сегодня был проректор КФО по вопросам экономического и стратегического развития Марат Рашидович Сафиуллин. Я ведущий программы Юрий Алаев. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова